всем привет вы меня просили снять отдельное видео по моему нынешнего ухода за волосами просили так чтобы это было отдельно от окрашивания исключительно уход выполняю вашу просьбу я уже даже не помню когда у меня выходило такое видео на канале обычно я показываю все в рамках покупок косметики поэтому сегодня для тех кому интересно мы делаем это видео для тех кто считает что мои волосы как а могут сразу выключать просто для вас ничего интересного и полезного здесь не будет я думаю что вы знаете что мы с людмилой наконец-то нашли нужную формулу и окрашиваем сейчас мои волосы краской и людмила видите до какого оттенка умудряется их довести как я люблю а я этот оттенок называю но не знаю ванильный блонд людмила называет его цвет сливочного масла это мой любимый цвет это тот цвет которому я стремилась то есть я еще его называю бело-желтый блонд да он теплый поэтому можете мне не писать ну что людмила затонировать вас не может в людмила может меня затонировать дело в том что мне не нравится и поэтому мы с людмилой делаем тот оттенок который подходит мне и к оттенку кожи, и вообще отвечает моим представлениям о блонде. Вот это для меня идеальный блонд. Я счастлива, мне больше ничего не надо, я ничего не собираюсь менять. Волосы стали намного лучше. Мы вот буквально совсем недавно с Людмилой окрашивались. Видео об окрашивании выходило, можете посмотреть. Я к Людмиле в салон ездила. Ну и естественно, я за ними очень тщательно ухаживаю дома, потому что без ухода, вы сами понимаете, поддерживать блонд будет очень сложно. Я сейчас не буду грузить такими моментами, как «О, девочки, правильно расчесывайте, правильно моете» и все прочее, как вот начинают блогеры, да, вот чтобы отрастить волосы, надо делать то-то-то-то. И какие-то факты известные называют, которые и так все делают. Я сейчас конкретно буду показывать те средства, которые мне помогают. Во-первых, чего я не делаю, я практически вообще, ну разве что, ну прям совсем за редким исключением, я не покупаю масс-маркетовский уход за волосами. Почему? Я не считаю, что он плохой, не помогает или еще что-то. Нет, я так не считаю. Все дело в том, что у меня очень тонкие, очень капризные, и вы это знаете, волосы, в которые я вкладываю кучу денег. Мы с Людмилой их обесцвечиваем, мы с Людмилой делаем восстановление от лейбл. И поэтому потом идти в супермаркет и брать шампунь за 100 рублей, это ну вообще не мой вариант. Мои волосы не переносят дешевых шампуней, они начинают просто-напросто ломаться. Не сразу, но постепенно начинают то что-то ломается, а не какие-то жесткие, как солома и все прочее. В общем, я считаю так. Если вам приходится таким вот тяжелым способом, как мне, добиваться идеального блонда, приходится вкладывать много усилий и денег, то и уход у вас должен быть соответствующий, дорогой, профессиональный, как хотите. Можете со мной не соглашаться, но я считаю именно так. На данный момент я перешла на мытье шампунями для объема. Сегодня вы видите не самый мой объемный вариант прически. Это потому, что у меня были остатки такого крема увлажняющего от Label, а он такой тяжеловатый, и поэтому моя прическа не хочет быть слишком пышной. Но ничего страшного. Сейчас я пользуюсь и уже купила второй раз вот такой шампунь от Sebastian для объема. Почему я перешла на такие средства? Все дело в том, что раньше шампуни для объема, это были такие шампуни, которые подсушивали волосы, раскрывали чешуйки. И вот за счет этого эффекта волосы как бы пышнее были. Но, как вы понимаете, естественно, они пересушивали волосы. Сейчас, слава богу, подход к объему волос совсем другой. И сейчас вот эти шампуни делают такими, чтобы они уплотняли волосы. И вот за счет того, что волосы уплотняются, они становятся более объемными, более такими плотненькими, тяжелыми. И этот эффект мне просто очень нравится. Такое ощущение, вот если вы видели, как меня Людмила вытянула, и кажется, ну, три волосиночки висит. А вот сейчас я помыла своим шампунем, бальзамами помазала, и кажется, что волос раза в три, наверное, больше, чем там на видео, где мы с Людмилой все укладываем. Поэтому мой выбор шампуни для объема. Еще у меня есть такая проблема, так как я укладываюсь постоянно лаком. Ну, в принципе, больше не использую никаких укладочных средств, потому что смотрю, что у меня и так, в принципе, хорошо волосы накручиваются просто на воду. Поэтому из-за того, что я лака много лью на голову, у меня он не смывается шампунями какими-то мягкими, бессульфатными. У меня был любимый шампунь от Redken для блондинок. Я прямо вам его хвалила, рекомендовала, все. Увы, я очень его люблю до сих пор, но он не смывает вот эти укладочные средства. Он слишком мягкий для этого, поэтому я перешла на вот такой шампунь от Sebastian. И покупаю его уже второй раз, он мне очень нравится. Пока на данный момент я вам показываю свой любимый шампунь, но я думаю, принцип вы поняли. Выбирать шампуни, которые увеличивают плотность волос. Потому что если шампунь увеличивает плотность, то есть он заполняет пустоты волоса, обволакивает его, это уже автоматически. Волосы становятся лучше не только внешне, но и сами по качеству становятся лучше. И это то же самое фактически восстановление. Мой любимый кондиционер для волос, тоже по крайней мере на данный момент, вот этот кондиционер от Ива. А его я покупаю, наверное, уже третий раз. И вы сейчас спросите, почему я не купила такой же шампунь. Это тоже для объема. Дело в том, что он бессульфатный. Я боюсь просто, что опять-таки я столкнусь с тем, что мои волосы будут не промыты от средств. Поэтому у меня шампунь один, а бальзам другой. Ну, очень он мне нравится. Он придает плотность опять-таки волосам, пышность вот эту. В общем, все, что мне нужно от бальзама, все он делает. Он восстанавливает хорошо. Так как моя прическа, в принципе, основана на объеме и красивее смотрится, когда у меня кучеряшки именно объемные такие, они прилипшие к голове и к лицу, то вот это вот мои варианты. Опять-таки, показываю любимый кондиционер, но принцип тот же самый. Выбирать уплотняющий объемный кондиционер. Какие же еще средства хорошо подходят для тонких волос? Это, конечно же, текстурирующие средства, то есть те средства, которые придают текстуру. То есть делают волосы более жесткими, не такими мягкими, как вот кто обладательница таких же волос, как у меня, мягеньких, тоненьких, тот понимает, что это здорово. Поэтому девушкам с такими волосами отлично подходят именно текстурирующие средства. В линейке Тиджи, сейчас вообще линейка Тиджи поменяла упаковку и выпустила новую линейку. Называется этот кондиционер текстурирующий кондиционер. И он именно обещает текстуру волос и объем. И абсолютно справляется хорошо и отлично даже, я бы сказала, со своей задачей. Конечно, он не обогнал мой любимый от Ива кондиционер. Но, тем не менее, я с удовольствием им пользуюсь. У меня только одна единственная претензия к этому бальзаму. Почему он такой жидкий? Вот если бы они еще его погуще сделали, вообще бы шикарно. И, кстати, заметила такой момент. Если вода потекла по лицу и, не дай бог, попала в рот, во рту так вязать начинает. Знаете, так вяжет. Аж кажется, слюну проглотить не можешь. В общем, опять, вы понимаете, я показываю то средство, которым я пользуюсь. Но смысл в том, что, обратите внимание на текстурирующие средства. Они, кстати, тоже восстанавливают хорошо волосы. Ну и вот такой у меня бальзамчик. Это даже не бальзам, а мусс-кондиционер. Восстановление для ломки и химически обработанных волос. Тут состав просто какой-то обалденный. Тут очень-очень много всего. Так, сейчас авокадо, пантенол, протеины сои, протеины пшеницы, протеины кукурузы, наверное, правильно я сказала? Аминокислоты, аргинин. Сначала мне показалось, что какой-то он недорогой и действует. Как все недорогие. Но потом мне очень понравился. Здесь еще и PH 3.0. Это очень хорошо для окрашенных и поврежденных волос. В общем, тоже присмотритесь к этому средству. Оно достаточно бюджетное. Несмотря на то, что оно профессиональное. А кто его производит? О, Бразилия. Это бразильские получается средства. Теперь перейду к маскам и каким-то дополнительным средствам. На данный момент я использую пилинг для головы. Вот такой. Я вам и раньше показывала, что пилинги я использовала. Я не могу сказать, что он мне очень нравится. Нет. Мне гораздо больше нравится пилинг от Kiehl's. Но, к сожалению, этот пилинг от Kiehl's просто улетает. А стоит он абсолютно небюджетно. Пока заканчиваю вот это средство. Потом, наверное, буду смотреть что-нибудь еще себе. Я думаю, вы прекрасно знаете и слышали от других блогеров, что чтобы хорошо волосы росли, чтобы они росли здоровыми, блестящими, кожу головы нужно очищать от омертвевших клеток, точно так же, как и лицо. Поэтому это тоже необходимое средство в вашем арсенале. Я, конечно же, лентяйка. Я вам сейчас не буду тут врать, что я такая молодец. Я прям раз в неделю его использую. Ага, как бы не так. Я его использую хорошо, если два раза в месяц. Но я стараюсь. С тех пор, как мы с Людмилой добились, ну, по крайней мере, в моем представлении идеального блонда, такого, который нравится мне, я не пользуюсь какими-то тонирующими средствами. У меня на данный момент есть вот такой вот бальзам, который я вам как-то показывала, покупала. И взяла я его, в принципе, не для того, чтобы... Вот мне прям так надо было тонировать волосы. Просто когда я его понюхала, это Davines. Обычно от Davines меня все запахи просто убивают, душат, и я не знаю еще, что делает. А тут прям я чуть не умерла. И я взяла эту новую линейку попробовать. Я подумала, может, запахи новые, может быть, и сама линейка вот как-то по-новому сделана. Да, вот этот кондиционер, бальзам-кондиционер, он отличный. Он и восстанавливает, он и гладкими волосы делает. Ну, главное не передержать на волосах, у меня появляется какой-то грязный оттенок от него. Но волосы восстанавливаются отлично. Использую я его иногда, потому что я терпеть не могу на своих волосах вот этот сероватый, сизоватый какой-то оттенок. Мне надо так, чтобы я его практически не замечала. Поэтому вот он очень долго у меня расходуется. Повторю ли я еще раз его? Да нет, не повторю. Из масок пока одна единственная. Вот такая маска от Redken, восстанавливающая. Я вам ее показывала в своих покупках. Тоже очень вкусно пахнет. Она густая. Посмотрите, у нее какой хороший расход. Я пользуюсь постоянно. Показывала вам давно. И она была, что очень приятно, прямо доверху наложена такая. И ее прям действительно здесь много. Написано 250 миллилитров. Но вот у меня такое ощущение, что покупаешь остальные маски 250 миллилитров, их раза в два меньше, чем вот этой. Ой, что-то мне так прям нравится этот запах. В общем, с удовольствием пользуюсь. Один-два раза в неделю обязательно эту маску делаю. Ее, в принципе, нужно держать несколько минут. Но я нанесла. Могу в ванной поваляться. Могу там маски свои поделать еще какие-нибудь. И потом только смываю. У меня получается дольше. Рекомендую. Очень рекомендую. Отличная маска. Еще хорошая маска была у Tiji. Но сейчас они все поменяли. Я не знаю. Наверное, этой маски уже нет. Если еще что-то найду, то обязательно вам покажу. Маски я выбираю, конечно же, питательные и восстанавливающие. Никакие не текстурирующие, не объемные. Я считаю, что маска это должно быть какое-то именно питательное, сильное средство. Поэтому восстановление. Чуть не забыла вам рассказать. И не взяла, главное, не принесла сюда. Но я не побегу. Я отдельно отсниму и покажу вам то масло. Масло для волос от Себастьян, которое мне очень сильно понравилось. Я люблю всякие средства для кончиков волос. И на данный момент пользуюсь именно им. Оно мало того, что уплотняет волосы, оно еще как бы, ну, если можно сказать, запаивает. Ну, давайте, скажем так, запаивает посеченные кончики. Хотя, конечно, масло особо не запаивает, больше заполняет какие-то пустоты и все. Название, ссылочка, все найдете внизу. Ну, и последнее, на чем бы я хотела остановиться, это, конечно же, биодобавки. Вот, например, я вам показывала. Сейчас мне очень нравятся вот эти витамины. Я даже нашла большущую упаковку. Они есть на iHerb. И если я найду ссылочку, я вам обязательно прикреплю ее. Поэтому смотрите внизу. Я все средства, список обязательно все оставлю, естественно, в инфобоксе. И купила я их случайно. Заехала в азбуку вкуса и думаю, дай-ка я попробую. Какой-то у них такой богатый состав. Все есть. И аминокислоты, и биотин здесь. И, ну, тут много, знаете, всего не перечислишь. Тут просто очень-очень много. И минеральных веществ. Они вот такие ярко-желтые. И нужно их пить по две штучки в день. И когда я первый раз их взяла и пропила упаковку, Людмила была одна из первых, кто мне сказал, Аксинья, у вас так, говорит, много новых волос. Повылезало, говорит, прямо вот они стоят в ряд. Потом я попробовала второй раз через некоторое время. И опять Людмила сказала, говорит, у вас опять отросли новые волосы. И я поняла, что витамины эти работают на ура. И к тому же волосы растут чуть-чуть быстрее. Опять-таки ссылочку я оставлю. Витамины очень эффективные. На себе заметила. Про ногти вообще молчу. Тут ничего не могу сказать. Отлично растут. И кожа становится лучше. А кроме того, я сейчас на данный момент пью Омегу-3. Это у меня здоровая банка покупалась на всю семью. Но там уже почти ничего не осталось. По две капсулы у меня 500... Так, сейчас я вам скажу, сколько здесь. 1000 миллиграмм. Это у меня заказано с iHerb тоже. Омега-3. Это добавочка очень полезная. Как для кожи, так для волос. Она еще для всего организма полезна. И для сердечно-сосудистой системы. В общем, это очень-очень полезная вещь. У нас Омега-3, как правило, не хватает. Поэтому периодически нужно пропивать. Еще я вам оставлю парочку ссылок. У меня просто на данный момент я не принимаю. Я просто какие-то добавки чередую. Я покупаю себе MSM. Это, так скажем, природная сера. И покупаю биотин. Биотин, который тоже очень хорошо влияет на волосы, на рост волос. Как я делаю? Месяца два я пью какие-то добавки. Два-три месяца перерыв. Вот таким образом. Или, допустим, я пропила сейчас витамины два месяца. Следующие два месяца я пью биотин. Следующие два месяца, допустим, MSM. Ну вот каким-то вот таким образом я делаю. Так, чтобы не было, естественно, и передозировки. И обязательно нужно отдыхать от всего. Обязательно. В принципе, это все, что я делаю на данный момент. У меня на этом все. Если вы знаете какие-то очень интересные средства для волос, которые вам помогли их восстановить, или очень здорово на блондинках работают, обязательно пишите. Жду ваших комментариев. Всем пока!